Молодец! 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 Поборяки по борьбе! Вчера у российской власти был трудный день. Они весь день насиловали конституцию и российское право. Они весь день вчера плевали в лицо российскому народу и пытались оправдаться, прикрывая фиговым листом доказательств, собранных бормочущими на трибунах с представителями Следственного комитета и прокуратуры, как фиговым листом прокрывались ими свое срамное место. Нету России больше конституции, нету России больше права и нету России больше парламента достойного уважения. Позор такому парламенту и позор такой власти! Позор! 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 Сегодня нас снова с вами посчитали и сказали, что сюда вышло чуть ли не 11 тысяч человек. А давайте попробуем, чтобы обязательным предметом послереформенной полиции была арифметика, чтобы они учились не только отнимать и делить, но и складывать и умножать. Сегодня власть взяла курс на репрессии. Она проводит обыски. Она заводит уголовные дела, высосанные с пальца по команде своего начальства, подменяющих закон и кодекс. Она сегодня преследует, организует наблюдения, прослушки, нарушки, пытается скомпрометировать через продажных, журналистов, часть которых окопалась на всяких программах, чрезвычайные происшествия, дежурной части и прочей мерзости НТВ и так далее. Но она забывает, что она имеет дело с народом. И мы не позволим превращать нашу страну более в ГУЛАГ. С Паконом во главе, который запугал всю страну, запугал миллионы своих граждан. Не позволим превратить в ГУЛАГ. Сегодня очень важно. И что я вышел сказать самое главное. Мы должны быть едины. Мы не должны сегодня обижать друг друга, если даже наши взгляды в чем-то не совпадают. И самое главное. Прочность власти злобеет. Наше движение уже родило другую Россию. Россию с гражданским обществом. Россию с людьми, которые не хотят жить в фальши и во лжи. Это самое главное. Поверьте, вот мы должны сегодня продолжить эти акции, всероссийские акции протеста, потому что еще несколько акций, и они заставят власть. Они заставят власть пойти на серьезные политические уступки, чтобы были в России перевыборы. И они будут обязаны остановить политические репрессии и отпустить всех тех, кто сегодня оказался заложником их кровавых намерений. Это наше оружие. Вот то, что мы сегодня здесь с вами на площади. И когда мы в следующий раз с вами пойдем на эту акцию, своих друзей позовите, своих родных, соседей и близких. Это то единственное, что нам сегодня оставила власть, которая один за другим печет, как плохие, горячие, горелые пироги. Репрессивные законы. Завтра уже смеяться над властью будет запрещено. Они притащат такой в Думу закон, и это агрессивно послушное, и большинство его примет. Вот мы им должны ответить, нашим единством. И то, чтобы наши ряды из раза в раз увеличились. И мы сегодня посылаем власти очень грозное очередное, но мирное предупреждение, что если не будет вот того, что за нашей спиной, перевыборов, и остановки политических репрессий, они должны понимать, что с властью либо находят компромисс, либо власть свергают. Я считаю. Я считаю, я считаю, что мы даем еще некоторое время власти одуматься, но если они будут, если они будут игнорировать мнение народа, если они будут плевать в лицо собственным гражданам, мы им ответим. Мы им ответим. И этот ответ им не понравится. Дорогие друзья, я хочу призвать вас к сплочению рядов. Тогда мы добьемся победы. Тогда мы победим. Мы обязательно победим. Ура!